привет всем с вами наташа словения и моя рубрика моя трансформация следующая часть если не ошибаюсь по моему 20 что хотела рассказать я теперь уже не снимаю видео каждый день то есть про трансформацию я уже не рассказываю каждый день потому что смысла нет развития как такого семимильными шагами у меня не получилось но я не сдаюсь то есть я не вешаю нос я пробую какие-то новые моменты и вот что накопилось какой багаж накопился что узнала хотела вам рассказать поделиться значит за то время пока я отсутствовала я значит попробовала такие вещи как я все продолжаю искать для себя работу удаленно вообще моя цель найти вакансию 7 менеджера то есть продвигать в социальных сетях группы для кого-то таким образом продвигать им научиться для себя ну и в общем то и всем будет хорошо цель такова на данный момент пока что я не нашла никаких таких предложений для себя скорее всего потому что либо синим щиков много либо запросов достаточно мало поэтому хватает уже и без меня людей ну в общем пока такая ситуация нашла я по удаленке значит первая оптическая компания вы о ней а то что я там звоню и нашла еще одну компанию это логистическая компания предлагает аутсорсинг для транспортных компаний то есть поиск привлечения новых клиентов это то же самое что услуги телемаркетинга если есть маркетолог то он эту работу выполняет то есть прозвон базы холодной холодные звонки если телемаркетолога нет то мы можем выступить в этой роли но это я вам все уже рассказывала то есть также и продолжаю работать в этих двух компаниях почему из первой оптической не ушла потому что там хорошее вознаграждение за вида и там его можно в общем-то несложными усилиями получить почему не работает только на первой оптической потому что мне надо менять постоянно обстановку я не могу находиться в одном месте то есть ну понимаете как прессинг уже такой когда те говорят все время не надо не надо не надо в общем для меня так легче не знаю решила так но все это деньги копейки как вы понимаете я решила что нужно еще что-то найти либо это будет одна еще из работ третья или четвертая не знаю же к по счету либо я найду какую-то самую нормальную работу самую лучшую и оставлю все остальные да не буду работать на этой которую найду удаленной для чего почему это опять звучит слово работа почему я как независимый предприниматель и цель моя такого почему я опять к этому возвращаюсь потому что сталк столкнулась финансовыми затруднениями должна помочь своей маме и нужны мне деньги для все таки то есть цель трансформации заработать деньги своим умом сообразительностью пока что моего ума и сообразительности хватило только вот на поиск удаленной работы группу над продолжая продвигать instagram вконтакте значит новости какие нашла я случайно когда мне предложили третью работу это заполнять анкеты их можно заполнять хоть круглосуточно и поэтому как бы тоже может быть как вариант рассмотрена такая работа там очень маленький процент платят по моему три рубля за анкету три рубля это три русских рубля то есть это одна наша гривна украинская вот нашла столкнулась значит с такой вакансии веб коммерческий директор то ли веб маркетолог то ли в общем какое-то такое странное название которого я никогда не слышала и при этом зарплата 90 тысяч рублей 90 тысяч рублей это в районе 20 тысяч гривен думаю почему бы и нет опыт есть да он не совсем сто процентов подходит но тем не менее я могу обучиться тому чего я не знаю и как бы почему бы и не попробовать в итоге что я получила я почти вступила вступила в какую-то секту которая называется international opinion inc это какая-то закрытая информацию которую мне сразу не предоставили начали собеседовать собеседование со мной какие-то собеседование проходит в skype группами то есть со мной общается не один человек а их там по 3 по 5 сидят вот эти морды но то есть не живые люди общаются не видео то есть ты не видишь человека это фотография а то и вообще без фотографии и ты слышишь только голос значит есть такое так называемый сергей пресс который рассказывает о скидочных картах о gift cards of membership ships о сети пас значит было дано мне задание сделать годовой оборот вот этого вот этих всех но не сделать а найти годовой оборот с 2010 до 2020 года по всем этим четырем систему которая вам говорила сделать по ним анализ что будет в 2020 году то есть это растущий бизнес это падающий закат рассвет но вы поняли да эта информация была достаточно для меня сложной почему потому что но это именно анализ финансовый анализ годовые отчеты это именно то что я должна в общем-то делать по своей профессии экономист ну я никогда этого не делала не занималась труда конечно не составила но открытых данных я не нашла вот в чем была трудность вот затем последовало второе задание это здание не выполнила или выполнила но не так как хотелось бы услышать этому сергею прессу это при том что я не знаю как называется компании я дальше с ними собеседовать по skype следующее задание получила создать таксопарк за три месяца в москве на пять тысяч машин и в ленинграде на две тысячи машин там присутствовала в задании значит с пяти тысяч машин две с половиной тысячи постоянных клиентов организации до 100 тысячи постоянных клиентов это физлица частные как это сделаешь как ты это сделаешь хочу услышать естки хочу услышать тариф и поднять в общем с этой всей информации бредовой я не поняла ничего но побоялась задать вопрос почему потому что представился этот сергей пресс как какой-то дональд трамп я бы сказала не меньше значит информацию о компании он пока мне не предоставляет он как бы меня испытывал почему потому что возможно они достойны этого прекрасного бизнеса и как бы по таксопарку я тоже как бы не могла понять что мне надо делать поэтому я решила найти информацию в интернете кто же этот сергей пресс в итоге нашла информацию о компании international opinion inc что это разводяги высшего звена почему разводяги я не могу сказать что не разводяги не разводяги я могу сказать следующее если ты хочешь быть знаменитым и интересным людям на сегодняшний день а тебе должны все говорить и тебя должны все знать а такую информацию закрытую как они преподносят я не понимаю к чему этот но то есть это аферист значит на форумах я зашла нашла информацию что потом ты должен будешь выкупить какой-то пакет акции я даже не знаю что за пакет чего или вступление или вход или что 1500 долларов плюс 50 долларов ежемесячное обслуживание чего-то там в общем ты вступаешь в какую-то систему и в этой системе ты уже сам ищешь клиентов каких клиентов ты ищешь не именно пользователей твоей системы до которые будут пользоваться то есть что собой представляет этот сайт этот сайт вообще-то должен помочь разменять деньги в другой стране это услуги такси отеля это в общем такая необходимая помощь чужой стране когда ты не знаешь языка когда у тебя там тяжелые сумки и так далее так далее так далее все это должно происходить за один доллар но почему-то инфа эта информация закрытая нигде нет и и нигде не можешь найти только через вот это вот собеседование по skype и как бы что пишут на форумах что это какой-то ну пресс есть пресс приехал с советского союза сейчас он в америке нашла я его группу у них группу нашла его страницу вконтакте тоже с какими-то боксерами фотографии в общем влезла я вот в такое не знаю как это назвать так что если вы влезете то знаете что это не развитие это не туда ну и на чем я остановилась смотрю дальше бизнес молодости свою не покидаю конечно же смотрю дальше курс реальный в инстаграм значит там такие тренинги я бы сказала по 4 часа информации много я ее даже иногда просто останавливаю и просматриваю на следующий день потому что много нового много познавательного много того что я никогда не слышала и не видела поэтому тяжело для меня воспринимается вот скажем так вот такие вот шаги к развитию также еще собеседовала с пашей сейчас я вам скажу если открою я вконтакте сейчас вам скажу его фамилию что он помог знать что человек занимается немного бизнесом немного восстановлением кармы немного павел пестеров вот павел пестеров есть он у меня в друзьях он из омска сам есть здесь его фотографии мне понравился этот парень он мне подсказал некоторые некоторые моменты которые я не делаю в общем пробую пробую именно по своей группе поэтому всему говорит да размести хотя бы на бесплатных досках ты же этого не сделала ты за два месяца этого не сделала а это самое как бы первое что ты должна была сделать я вот не догадалась поэтому паше спасибо респект обращайтесь всем пока с вами была была наташа словения моя трансформация я вас люблю